Вместо старых разбитых окон новые металлопластиковые. К минувшей зиме жители пятиэтажки номер 57 по улице Республиканской, что в заводском районе Запорожья, подготовились основательно. Это было в декабре месяце нам поставили окна. Сразу почувствовался эффект, то есть в подъездах стало тепло, ну чувствуется очень. И также видно и вид тоже, внешний вид дома изменился. Квартира как-то изменилась от этого температура? Ну возможно, я не скажу, что вот намного, но возможно да. На установку окон изначально в жилищно-строительном кооперативе денег не было, но в прошлом году узнали о государственной программе «Теплый дом». Она частично компенсирует затраты на утепление жилья. Обошлись нам эти окна в подъездах на 140 тысяч и государство компенсировало нам 50%. Так как у нас в доме были субсидианты, получилось, что компенсация 50% мы получили. Помимо этого, городская программа, мы в ней же участвуем, которая в течение пяти лет уже компенсирует нам проценты по кредиту. То есть мы платим только тело. Программа «Теплый дом» действует в Украине с 2011 года. Активно ей пользоваться жители многоквартирных домов начали несколько лет назад. Она компенсирует от 30 до 70% стоимости энергосберегающих материалов и оборудования. Чаще, конечно же, УСМД и ЖСК проводят такие энергосберегающие, энергоэффективные мероприятия в доме, как установка энергосберегающих окон, установка пунктов, индивидуальных тепловых пунктов, которые помогают автоматически регулировать подачу отопления в зависимости от погодных условий в доме, и утепление фасада. В комплексе, конечно, это дает хороший эффект экономию где-то до 50-60% на отопление в целом по дому. Кроме этого, сэкономить на энергосбережение можно и с помощью городского бюджета. В Запорожье действует специальная программа по возмещению процентной ставки кредитов на термомодернизацию. Сегодня в нашей программе городской по возмещению процентов по кредитам для внедрения энергосберегающих мероприятий пользуются 8 домов УСМД и ЖСК. Мы выплатили уже 24 тысячи суммы процентов по компенсации. Впрочем, к вопросам энергоэффективности необходимо подходить осторожно и взвешенно. Не каждый способ утепления может принести реальный эффект. Вот пластиковое окно. Главным элементом, который бережет энергию, является стеклопакет. Потери радиационного типа через излучение через стеклопакет – это 70% потерь через окно. Но энергоэффективные стеклопакеты никто не ставит. Ставят обычное стекло. Поэтому установка массовая пластиковых окон не привела к снижению потерь тепла. Для того, чтобы те же пластиковые окна приносили максимальный энергосберегающий эффект, необходимо в первую очередь, чтобы они были сертифицированы. Такие окна позволят не терять тепло дома. Ирина Погоренна, Екатерина Свириденко, Сергей Чалый, Андрей Снесаренко, ТВ5. Продолжение следует... Продолжение следует...